Надежда получить заветную квартиру Татьяны Вовк появилась, как только она узнала о новом фонде защиты прав дольщиков. Свои квадратные метры врач-анестезиолог ждет уже 16 лет. За это время изменилось многое, кроме одного. До сих пор ее семья ютится в однушке. На брифинг представителей Минстроя и прокуратуры для обманутых дольщиков женщина пришла уточнить, на какую меру поддержки может рассчитывать она и еще 270 дольщиков. Я очень надеюсь, что мы получим жилье и у меня дочка наконец-то получит свою комнату, потому что для нас это несбыточная мечта, но сейчас я очень в это верю, надеюсь. Вариантов господдержки много. Например, предоставление земельного участка инвестору-застройщику, достройка проблемного объекта на деньги регионального фонда, субсидии на достройку, либо денежные выплаты пострадавшему дольщику. Также возможен вариант с предоставлением заветных квадратных метров вне проблемного объекта. Все это на деньги федерального и областного бюджетов. В каждой ситуации подход индивидуальный. Например, если принимается решение о достройке проблемного дома, но число квартир в нем меньше, чем обманутых дольщиков, квартиры получат те, кто первыми заключили договор или попали в реестр. Остальным выплачиваются деньги. Фонд был создан с целью регулирования обязательств застройщика перед участником долевого строительства, в том числе для взаимодействия с федеральным фондом. Каким способом поставлены задачи будут решаться? Это путем принятия обязательств застройщика недобросовестности в рамках дела о банкротстве. Разрешение на строительство права на землю, банкротство, инвентаризация имущества недобросовестного застройщика, а также закрытие реестра требований участников долевого строительства только при соблюдении этих условий фонд оказывает поддержку. Восстановление прав обманутых дольщиков – одно из приоритетных направлений в работе правительства Самарской области. В этом году введено в эксплуатацию три проблемных дома и еще три сдадут. А 750 гражданам выплатят деньги. Мария Левина, Елена Малютина, Константин Головин. События.